Впервые в Петербурге открылось кафе 23 апреля 1841 года. 20-летний швейцарец Доминик Ритцапорт, прибыв в Петербург и оглядев его гастрономический ландшафт, понял, в городе предостаточно дорогих ресторанов и кондитерских, а с другой стороны дешевых трактиров. Тогда он решил открыть нечто среднее, бюджетное, но со вкусом. Но поскольку в России ничего подобного прежде не было, то чтобы удовлетворить просьбу швейцарца учредить кафе, потребовался специальный закон, подписанный Николаем Первым. Кафе, которое разместилось на Невском проспекте и названное в честь его основателя Доминик, быстро стало чрезвычайно популярно. Один из доминиканцев, так называли себя завсегдатые кафе, Михаил Салдыков-Щедрин, даже ворчал. Народу пропасть, ходят, бродят, один вышел, другой вошел. Прославился Доминик не только вкусными пирожными, растягаями и кулебяками по доступным ценам. Это был своего рода клуб поклонников шахматной игры. В отход бильярдных шаров и костяшек домино, раздававшийся с соседних комнат, на трех-четырех столиках шли настоящие шахматные баталии. Основоположник русской шахматной школы Михаил Чеборин, про которого говорили, что он прорубил окно в Европу для русских шахматистов, свое боевое крещение получил именно в кафе на Невском 24. Так Петербург стал и остается не только гастрономической, но и шахматной столицей России.